Добрый вечер на часах 19.00 и в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Бывший главный архитектор Фролов и замглавы города Зуевский. Новый поворот в скандальной истории с кафе-кантри. Павильоны у здания автовокзала закрыли забором. Они стоят там законно, но их владельцы отказались менять облик своих сооружений. Как россияне поддерживают британские традиции? Знаете Черчилля и Эйзенхауэра? Так вот они выпивали тут и планировали день Д. Новая серия проекта Дениса Денисова «Наши люди Лондон». Огонь универсиады будет в Красноярске уже через 10 дней. Какие улицы перекроют и как изменится схема движения автобусов? Итак, новые подробности в истории со скандальным кафе-кантри. В распоряжении 7 канала оказались документы, из которых следует. Здание беспрепятственно реконструируют, потому что чиновники расширили зону застройки в 2017 году. Ранее в мэрии заявляли, что по закону не могли отказать выдачи разрешения собственнику. Оказалось, могли. Если бы сами годом ранее не поменяли планировку участка. Как закон подстроился под интересы предпринимателей, расскажет Регина Баймухаметова. Вот так участок скандри выглядел по документам в 2016 году. Часть кафе будто стоит на дороге. Непорядок решили чиновники и начали вносить изменения в проект планировки. Это та же схема после публичных слушаний. Сверху многофункциональная зона, где можно строить, а снизу дорога и тротуар, где могут стоять только объекты улично-дорожной сети. Граница проходит как раз вплотную к кантри. Это значит, что ни строить, ни реконструировать ничего тут по-прежнему нельзя. А вот утвержденная в итоге схема. И она уже не та, которую показывали на публичных слушаниях. Границы разрешенной застройки увеличились, а значит, теперь оснований отказать собственнику в реконструкции больше нет. В итоге в 2018 заместитель мэра Олег Животов разрешает реконструкцию. Все юридические препятствия устранили за год до этого, когда последний вариант планировки подписал глава города Эдхам Акбулатов. К нему он поступил из управления архитектуры. В то время исполнял обязанности главного архитектора Евгений Фролов. Мы связались с ним по телефону, но он свою причастность отрицает. Должен был утверждаться документ, который был на публичных слушаниях. Либо это техническая ошибка, либо это подлог. Не хранятся эти документы. Все это находилось в ведении Департамента градостроительства, а не управления архитектурой. Руководитель там совершенно другой. Фролов не виноват, что здание кантри изуродовало в итоге центр. Считает депутат, член градостроительной комиссии горсовета Константин Сенченко. Человек абсолютно порядочный. Приехал к нам в город на работу из города Каннска. Насколько я понимаю, он здесь не имел особых друзей и отношений. Поэтому сегодня разлагать вину на Фролова, мне кажется, не очень корректно. Все-таки один человек решение не принимает. Это однозначно. Я думаю, это было согласованное решение. В этом участвовал Департамент земельных отношений, Департамент градостроительства. Департамент градостроительства тогда возглавлял Михаил Зуевский. А проектный институт «Красгиб», где работал его сын Максим, занимался проектированием реконструкции кантри. Для хозяйки кафе Ольги Гремалюк он друг. По крайней мере, на фейсбуке. Мы дозвонили сегодня до Михаила Зуевского. Поставить точку в этом деле должны правоохранительные органы. Пока там идут расследования, в администрации комментировать ситуацию не хотят. Но сносить здание оказалось гораздо сложнее, чем подписывать разрешительные документы. 1 марта суд рассмотрит требования прокуратуры избавиться от кантри. Но даже если решат в итоге это сделать, без компенсации для владельца обойтись вряд ли удастся. Да и сам снос – дело недешевое. И какие деньги будут тратить предпринимательский или с бюджетом, пока непонятно. Регина Баймухаметова, Станислав Смирнов, Валерий Чащин, Павел Иваницкий, 7 канал. Уцелевшие после сноса павильона на автовокзале закрыли забором. Шумозащитные экраны практически впритык ларькам установили накануне по решению администрации советского района. Их владельцы отказались менять облик магазинов и приводить его к единому стандарту. И чиновники решили прикрыть неприглядные ларьки от глаз гаража. Теперь, чтобы попасть в магазины, людям приходится обходить всю конструкцию. Да, они все жалуются, говорят, как в клетке. Заходим, не знаю, что будет. Очень неудобно. Мы приходим с товаром, надо выгружать все. Забором закрыли только часть павильонов, но в администрации говорят, что вскоре экраны появятся около всех ларьков. Эти магазины стоят на территории автовокзала и законных прав на снос у чиновников нет. Их собственник живет в Санкт-Петербурге. Глава советского района уверяет, пытался договориться с ним. В январе писал официальное письмо, но все запросы остались без ответа. Я к нему обратился, говорю, уважаемый, давай мы найдем другой путь зарабатывания денег, нежели вот этими забегаловками или тошниловками. Это вынужденные меры, чтобы дать человеку понять, что в городе Красноярске нельзя делать то, что хочется только им. Я хочу, чтобы красноярцы видели хорошее, красивое здание. Но сейчас они в итоге тоже же красноярцы не видят это здание, ну за заборами. Ну что, лучше? Нет. Нет. Поэтому я еще раз говорю, что с павильонами вместе забор идет. Если у вас есть новости, пишите нам на Вайбер или Ватсап 7 канала, номер телефона 8 391 29333. Мы постараемся помочь. 12 городов России с самым большим объемом выбросов необходимо вывести из зоны настоящего экологического бедствия. Об этом упомянул Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Напрямую Красноярск президент не упомянул, но напомнил, что речь идет о списке, озвученном им в прошлом году. Кроме Красноярска, это Норильска, еще Брак, Челябинск, Новокузнецк, Магнитогорск. За 6 лет объем загрязняющих веществ нужно сократить как минимум на 20%, подчеркнул президент. А для этого уже на весенние сессии нужно принять закон о квотировании выбросов. Знаю, что весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны. Сохранение рабочих мест, сложной экономической ситуации, но так не может продолжаться бесконечно. Не может. Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России. В послании нашлось место и для мусорной темы. Этой проблемой не занимались, может быть, 100 лет. То есть никогда, напомнил Владимир Путин. Но если нынешняя реформа сведется только к росту платы за вывоз мусора, то это будет не работа, а профанация, сказал президент. Без дач с нового года в России изменились правила ведения садоводства. Взносы нужно платить только через банк, а дома на участках, предназначенных для посадок, официально теперь вне закона. Есть ли плюсы в новых правилах и почему, если выполнять все условия, дача может стать роскошью, расскажет Денис Козлов. Этот участок, это для меня движение, это для меня общение, для меня это вот этот хороший воздух. Но даже элементарные радости жизни на старости лет Галина Георгиевна боится потерять. Пенсионерка винит во всем Госдуму, которая приняла новый закон. Он вступил в силу с 1 января. Теперь СНТ – это официальная организация с правовым статусом. Требования соответствующие. Нужен счет в банке и бухгалтер. За все это нужно платить. Пожилая женщина переживает. Она и многие соседи дачу не потянут. Они будут больше платить. А здесь все садоводы, за исключением вот этой стороны, все садоводы, они пенсионеры. Просто напросто некоторые не выдержат, они брошат это. Ему будет выгоднее купить на рынке, пусть плохая продукция, а не своя. Председатель СНТ рассказывает, на одного бухгалтера придется тратить минимум 300 тысяч в год. Есть еще одно новшество – взносы на руки вносить теперь нельзя. Платить нужно ежемесячно в банке. Для многих это может стать проблемой, уверяет женщина. Пенсионерам сейчас тяжело даже с телефонами, не говоря уже со всеми платежными терминалами работать. И если будет ежемесячный платеж, это опять же пенсионеру придется каждый месяц ходить и оплачивать это в платежный терминал. То есть для них будет это большая проблема. В Краевом союзе садоводов новый закон ругают. Говорят, что будут требовать его отмены. Рассказывают, раньше было 9 видов различных садовых объединений, в том числе дача и дачное хозяйство. Теперь только садовое некоммерческое товарищество и огородническое. На последнем даже домик жилой официально строить запрещено, жалуется председатель союза. Дачные объединения, минимальная у них площадь от 10 соток до 25. А в садоводствах есть 4 сотки площадью, есть 6 и не больше 15. Что можно построить на 4 сотках рядом друг с другом? Одни туалеты. А чтобы построить нормальные жилые дома, это противопожарное мероприятие нарушается и все нарушается. Но в Минсельхозе уверены, новый закон поможет систематизировать все земли, зарегистрировать и сделать взносы прозрачными. По задумке, использоваться они станут только по назначению. Ну а огородническое товарищество можно будет перевести в садовое. Пока, правда, только в теории. Можно обратиться в свой орган муниципальный, в администрацию своего района и попросить их внести изменения в генеральный план и в правила землепользования и застройки. Тяжело это делается? Вы знаете, на моей памяти еще никто не просил поменять огороднические на садоводческие. Вообще, корректировки генплана, корректировка правил землепользования и застройки дело не быстрое, а от года до полутора это занимает. Эксперты закон в общем оценивают позитивно, но говорят, есть подводные камни, нужно быстрее переводить дачную землю в СНТ, иначе даже уже построенный дом могут снести. Если у вас строение находится на земле для огородного товарищества, и там будет, например, дом, капитальное строение, то оно первое, с точки зрения налогов, явно попадет, и оно неузаконено, то есть на более чем двойной штраф, то есть фактически в двойном размере будет взыматься. Но помимо этого всего, это имущество считается незаконным, и его по решению приставов можно вообще снести. Кроме того, председателей товариществ, которые не завели банковский счет и кассовый аппарат, может оштрафовать налоговое. Наказание до 150 тысяч. Деньги выплачивать придется опять же членам СНТ. По статистике, в Красноярске больше 200 тысяч садовых участков. По всей России больше 50 миллионов. Совсем скоро начнется дачный сезон. Это означает, что за выполнением нового законодательства начнут следить, а люди будут получать первые штрафы. Денис Козлов, Дмитрий Комаров, 7 канал.